В эфире новости Дагестан, в суде Зухра Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы вам расскажем в выпуске. Реальное наказание за липовый доход. В Левашинском районе обнаружена подпольная типография, где печатались поддельные купюры. В погоне за прибылью забыл про экологию. 56 стоков из нечистот, впадающих в репу Ярыксуна, считали эксперты Народного фронта. Подробности через минуту. Хранители истории. Центральный государственный архив Дагестана отмечает столетие со дня образования. Шатры Рамадана готовятся распахнуть свои двери. На территории центральной дживой мечети Махачкалы по традиции будут проходить коррективные разговения. В Левашинском районе наладили производство печатной капусты. Силовики накрыли подпольную типографию, где изготавливались поддельные банкноты. Станок, печатающий купюры с номиналом в 5 тысяч рублей и 100 долларов США, был обнаружен в одном из частных домов. Фальшивые деньги распространялись в Ростовской области, Ставропольском крае, в Ингушетии, Чечне и Дагестане. Там задокументированы факты сбыта 11 миллионов рублей. Они продавались по цене в полтора-два раза ниже номинала. Так, одна из предполагаемых участниц криминальной схемы, которая отвечала за транспортировку подделок, была задержана полицейскими в Пятигорске. В сумке она перевозила фальшивые деньги на сумму более 6 миллионов рублей. Распознать поддельные банкноты удалось лишь с помощью специального оборудования. Всего по уголовному делу задержаны 8 человек, сообщает МВД России. Канализационные сливы отравляют реку в Хасавюрте. 56 стоков из нечистот, впадающих в реку Ярыксу, насчитали эксперты Народного фронта на маленьком пятачке земли возле Зеленого рынка. Проверка выяснила, что сбрасываются сточные воды с близлежащих торговых точек, автомоек и кафе. На кадрах видно, что приток из нечистот в некоторых местах шире, чем сама река. Отметим, что воду из Ярыксу используют для хозяйственно-бытовых нужд и полива. Всю информацию по выявленным фактам общественники направили в природоохранную прокуратуру. Из более 35 тысяч тонн свежих овощей и фруктов, ввезенных в феврале в Дагестан, более 27 тысяч тонн оказались зараженными. Растеневодческую продукцию обнаружили сотрудники управления Россельхознадзора Республики на складе временного хранения «Виадук». В товарных партиях из соседних регионов были обнаружены карантинные вредные объекты, такие как цветочный трипс. Владельцы грузов привлечены к административной ответственности. В зоне ответственности управления по месту доставки на СВХ «Виадук» поступила растеневодческая продукция из Азербайджана, Ирана и Турции. При этом в 17 товарных партиях растеневодческой продукции было обнаружено карантинные вредные объекты. В числе обнаруженных оказались и 5 партий томатов и 12 салатов свежих. Дагестанским филиалом ФГБУ «Никат» подтвердил факт выявления карантинных вредных объектов Южноамериканской томатной моли и Западного Калифорнийского цветочного трипса. Архивариусы отмечают 100-летний юбилей. Сокровищница документальной памяти. Махачкалинский архив хранит более 12 тысяч дел и свыше 60 томов. А первый документ, обнародованный здесь, датируется 1938 года. Сегодня специалисты муниципального учреждения обеспечивают сохранность и учет фонда, ведут методическое сопровождение работы. Исполняются запросы юридических и физических лиц, в том числе социально-правовые запросы граждан. По словам архивариуса, фонды личного происхождения самые ценные. Благодаря таким материалам формируется долговременная общественная память. Документы этой категории, они очень интересны для проведения экспертизы ценности, потому что мы сталкиваемся именно с историческими документами в этот момент. Мы держим в руках эти исторические материалы. Эти материалы нам рассказывают о истории города, о истории жителей этого города, кто жил в этом городе, чем он занимался и какое участие этот человек принимал в определенных событиях. У нас есть фонд бойца антифашистского сопротивления греческого отряда Ахмедова Абдулы Ихьяевича. И мы хотим пополнять эти фонды и в дальнейшем, поэтому мы всегда обращаемся к горожанам с призывом, приносите нам документы. Давайте оставим память в истории об этих людях. Напомним, по поручению Резвана Газимагамедова, в этом году начались работы по улучшению условий труда, в том числе площади рабочих помещений Махачкалинского архива. Мы очень ждем расширения архива хранилища. Нам обещал Резван Газимович помочь, укрепить нашу материално-техническую базу. Мы этого очень ждем, потому что наши площадки сегодня, они все 100% пополнены. Ремонт уже начали, мы будем надеяться, что у нас в самом управлении, в наших помещениях тоже помогут произвести ремонт, чтобы мы в лучших условиях могли работать. Книжная неделя, как приветствие апреля. В Центральной городской детско-юношеской модельной библиотеке состоялось открытие недели книги и музыки. В мире столько разных книжек для девчонок и мальчишек. Можно многое узнать, если все их прочитать. На мероприятие выступили учащиеся школы города. Для гостей в лице публицистов и редакторов детских дагестанских изданий они исполнили песни, стихи и продемонстрировали танцевальные номера. В течение недели и в других библиотеках города будут проходить тематические встречи с читателями. Как отмечают книгохранители, число желающих читать, вопреки распространенному мнению, не уменьшается, а увеличивается с каждым годом. Библиотека работает ежедневно до 8 часов вечера, а электронный билет сюда на год пользования обойдется всего в 60 рублей. В дни этих весенних каникул у нас распределены и будут по всем библиотекам МБУ Махачкалинской ЦБС, которые объединяют 19 библиотек. Каждая библиотека будет проходить у нас по дням. День культуры 25 числа, день Расула Гамзатова 24 числа, день добра, день патриотизма. У нас будет встреча с участниками библиотек, встреча с участниками СВО, и день сказок, день писателей-юбиляров, день поэзий. Хочу сказать, что как наша библиотека стала такая комфортная и модельная, посещение библиотеки было 41 тысяча до открытия модельной библиотеки, сейчас 98 тысяч. У нас в день 350, 500, временами даже кажется, что до 8 часов мы работаем без выходных. Нам кажется просто, что такое не может быть. Мы радуемся этому, потому что они свой и досуг, и уроки здесь делают, и читают здесь, и в шахматы играют. И к другим темам. Имам египетской мечети Алясхар Хафиз, шейх Махмуд Абудейф, встретился с муфтьем Дагестана шейхом Махмадом Афанди. В ходе беседы почетный гость рассказал о своем пути в изучение священного Корана. Абудейф в настоящее время обладает 10 методами чтения божественного писания. Духовный лидер республики поблагодарил Хафиза за визит в Дагестан и совместное сотрудничество. Отметим, что Махмуд Абудейф прибыл в республику на весь месяц Рамадан. За это время ученый из Египта проведет курсы повышения квалификации в сфере изучения Корана, а также прочитает проповеди и совершит тарових намазы в качестве имама. В преддверии начала месяца Рамадана отдел просвещения муфтията Дагестана провел религиозные конференции в ведущих вузах республики. Тема мероприятий – подготовка к священному месяцу. Участие во встрече приняли известные ученые-богословы, студенты и руководители образовательных организаций. Подробности у Хамзу Нурмагамедова. Месяц Рамадан – месяц добрых дел. Чтобы провести его, достойно необходимо заранее к нему подготовиться. С этой целью руководство отдела просвещения муфтията Дагестана организовало встречи со студентами и преподавателями ведущих СУЗов и вузов региона. В основном все студенты, ребята, преподаватели, каждый человек ждет наступления этого священного месяца. Поэтому, в общем, решили провести вот такие беседы, поговорить с ребятами о месяце Рамадана, ответить на их вопросы. Руководство всех учебных заведений поддерживает в этом вопросе, нас понимает, что ребятам это нужно, ребята спрашивают, ребятам интересно. Поэтому, конечно, совместно с руководством вот такие мероприятия мы проводим. На встрече известные ученые, богословы и проповедники отвечали на вопросы студентов о посте в месяце Рамадан, а также говорили о значимости проведения его в богослужении. Руководство учебных заведений отметило необходимость подобных встреч со студентами. Встреча была очень плодотворной, встреча была очень полезной со всех точек зрения и в плане воспитательной, в первую очередь. Я думаю, что сегодня не только студенты, но и наши коллеги получили достаточно большую информацию. Ну, во всяком случае, каждый из нас думает, что он все знает о месяце Рамадан, но слушая Алимов, мы убеждаемся, что с каждым годом, с каждым разом мы все-таки все новое и новое для себя познаем. Мы очень рады, что к нам сегодня в гости пришли из Муфтията Республики Дагестан. Очень рады, что они уделяют большое внимание подрастающему поколению, воспитанию подрастающего поколения. Конечно, огромное влияние оказывает вот эти речи, которые мы сегодня вот услышали в нашем актаунт-зале. Ну, что хочу сказать. Особенно приятно, что такие встречи проводятся в преддверии месяца Рамадан. Они очень сильно приносят пользу для людей, особенно для молодежи. Такие мероприятия нужны еще все больше и больше таких мероприятий нужно делать, особенно с Муфтиятом. По завершению мероприятий представители Муфтията раздавали студентам планеры. Это ежедневник Рамадана, который создан для того, чтобы облегчить верующим выполнение богоугодных дел в священный месяц. Хамзан Румагамидов, Ислам Халиков, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Шатры Рамадана по Дагестану готовятся распахнуть свои двери. Традиционно на территории центральной джума мечети Махачкалы также будут проводиться коллективные разговения после завершения дневного поста. Подготовители работы подходят к концу. Остаются последние штрихи. Отпустить пост здесь смогут порядка четырех тысяч человек, независимо от веры и социального статуса. Если в прошлом году это было более трехсот человек, то в этом году посадочных мест увеличили до шестисот. Также поменяли и сами кресла, стулья, скамейки. Мы также поменяли внешний вид убранства внутри шатра, преобразили его. Чтобы как-то облегчить для людей выдачу этого плова, мы также произвели изменения. В этом году все те постящиеся, которые будут внутри шатра, будут получать этот плов буквально на руки. Не придется, как в прошлые годы, стоять в очереди, ждать его. И также во дворе тоже все постящиеся практически смогут получить этот плов, не стоя в очереди. Также один из крупных коллективных разговений планируется организовать и на территории мечети Духовного центра имени пророка Исы. Ежедневно представители каждого муниципалитета будут собираться для участия в праздничном ифтаре. И здесь же, на территории Духовно-просветительского центра, преподаватели и студенты Дагестанского гуманитарного института провели субботник. В преддверии наступающего священного месяца Рамадан была очищена территория от строительного мусора и пыли. Также были расставлены скамейки, подготовлена и украшена сцена. Сегодня мы всем институтом выехали в Духовный центр имени пророка Исы. Для того, чтобы провести субботник, принимают участие все студенты, административный аппарат и профилактическо-прибательский состав. Все те участки, которые поручены, для каждого по группам работа идет, работа идет активно. Уже несколько лет Духовный центр проводит масштабные ифтары единства. Такие мероприятия по-настоящему объединяют многонациональный дагестанский народ. Алхамдуллах, у нас скоро на носу Рамазан месяц, где в Духовном центре будет массовое масштабное мероприятие. И для этого нам нужна была физическая помощь, чтобы убраться, подготовиться. И студенты ДГИ с руководителем, с педагогами, с учителями, со всем коллективом сегодня в большом количестве пришли. Алхамдуллах, и помогает в подготовке вот этого праздника. И о спорте. Около 200 юных борцов греко-римского стиля определили сильнейших на республиканском турнире в поселке Семендер Махачкалы. Соревнования в спорткомплексе имени Али Али Хановича приурочили к началу месяца Рамадан. На ковре дети возрасте от 7 до 15 лет. Они съехались из городов и районов Дагестана. Боролись в основном новички. Несмотря на юный возраст, молодые классики показали хорошую техническую подготовку и волю к победе. Я зашел и с момента вижу ажиотаж и накал борьбы детской. И вижу действительно поражение и победы. Но дети реагируют по-разному. Но самое главное, что сегодня воскресный день. Все дети, мальчики, родители очень приятно. Больше матерей даже вижу. Женщины уже, матеря болеют за своих детей. Приводят в зал. Это здоровый образ. Я думаю, что в дальнейшем еще лучше будут результаты. Если вот такой ажиотаж, если вот такое внимание и родителей, и тренировок, и директора зала, детям есть, значит будет. Кто работает, этот зал будет результат. Обязательно. Я уверен в этом. Всего классики определили обладателей 17 комплектов наград. Лучше других себя проявили хозяева из спортшколы поселка Семендер. У них 10 медалей высшей пробой. Также отличились спортсмены из Буйнакска и Хасавюрта. В течение всего соревновательного дня участников угощали горячим пловом. Буквально этот зал действует 6 лет, как мы его открыли. Уже имеем двукратного чемпиона России. Абдурахман Абдукадирова, который только на днях выиграл тоже чемпионат России. И СКФУ, мальчики, которые ходят ко мне, с Ленингкента. Здесь мальчики приезжают из Красноармейска. С МГС приезжают ребята, из города приезжают. Я организовал им, для них, чтобы посвящен нашим романам месяца. Вот здесь казаном, клов, два казана, все, на 200 человек. Вызвал этого, поворот тоже вызвал официально. Перед залом это оба, вы увидите там все. И для детей, чтобы бессминал делать родителям, детям, это тоже добавили к этому турниру. Таковы новости к этому часу. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. Всего доброго и до встречи.